Продолжение следует... 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 Все, ребята. Я боюсь этих слов. Тизер. Тизер. Александр, вы в эфире. Прошу. В прямом? Да. Всем, дорогие друзья, да, привет огромный. Наверное, я вас, наверное, или обрадую, или разочарую. Но сегодня не будет заявленной темы, сегодня будет абсолютно другая тема. У меня сегодня было свободное утро, я сидел и слушал предыдущих выступающих. Наташу я очень хорошо знаю, второго нашего спикера я знаю тоже очень хорошо лично. Он ко мне даже приезжал в Нью-Йорк, я не в Нью-Йорк, а в Москву на мой семинар. Что я хочу сказать. Я всегда спорю с психологами, с психотерапевтами, с психиатрами, всегда очень сильно спорю на разные темы. И сегодня тема нашего разговора, она не просто будет психологией. Я расскажу свою точку зрения. Я не читал книжек умных, да, хотя я слушал профессора Савельева, и мне очень нравится, как выступает профессор Савельев. Но я начну сегодня с абсолютно другого, от чего вы не ожидаете. И мы пойдем дальше. Первое, с чего я начну, это прочитаю вам одно очень интересное письмо. Жень, ты, если что, потом можешь комментировать. Письмо дочери от любящего отца, который помогает понять об очень многое. Доченька, скоро Рождество, и у меня снова проблема. Я не знаю, что тебе подарить. Я знаю, что тебе очень много интересной книги, игры и платья. Мне хочется тебе подарить нечто, что останется у тебя надолго, гораздо больше, чем обычно. Что это такое, что будет напоминать тебе обо мне каждое Рождество? Я, кажется, знаю, что могу подарить тебе. Одна простая истина, которая открылась мне не сразу. И если ты сейчас ее поймешь, она улучшит твою жизнь во много-много раз. И тебе не придется сталкиваться с проблемами, которые задевает людей, никогда не слыша об этой истине. Итак, истина предельно проста. Тебе никто ничего не должен. Что это значит? Как вообще такое простое утверждение может быть важным? Возможно, тебе пока так не кажется, но это утверждение буквально спасет твою жизнь. Никто не живет за тебя, дитя моё, потому что ты — это ты и никто иной. Каждый живет для себя и только ради своего счастья. Мы — это единственное, кто у нас есть. И чем раньше ты это поймешь, тем быстрее избавишься от ожидания, что кто-то может сделать тебя счастливым. Это значит, что никто не обязан тебя любить. И если кто-то любит тебя, то это только потому, что в тебе есть что-то особенное, что делает тебя счастливым. И его счастливым. Постарайся понять, что за особенность, и усилий её, чтобы тебя любили ещё больше. И если люди делают для тебя что-то, так это только потому, что они так хотят. Значит, ты по какой-то причине им дорога, и они хотят угодить тебе. Но не потому, что кто-то тебе что-то должен просто так. Это значит, что никто не должен тебя уважать. А некоторые люди не просто будут тебя не уважать, они будут недобры к тебе. Но как только ты поймешь, что люди не обязаны быть с тобой добрыми, ты научишься избегать общения с теми, кто может тебя ранить. Да и ты, в свою очередь, тоже никому ничего не должна. И снова, тебе никто ничего не должен. Ты должна становиться лучше только для себя самой. И в этом случае другие потянутся к себе, захотят поддерживать тебя. А самое главное — делиться с тобой самым необходимым. А кто не захочет быть с тобой, дело, скорее всего, будет не в тебе. И даже если это произойдёт, просто ищи те отношения, которые хочешь именно ты. Пусть чужая проблема никогда не становится твоей. Когда ты поймёшь, что уважение и любовь окружающих надо заслужить, ты никогда не будешь ждать невозможного. И самое главное — не будешь разочаровываться. Другие не должны делиться с тобой ни своими чувствами, ни своими мыслями. А если они этого делают, значит, ты этого заслуживаешь. У тебя есть все основания гордиться любовью, которую ты получаешь, и уважение друзей только при одном случае. Ты это заработал. Но не принимай это как должное, потому что ты очень легко можешь это всё потерять. Они не твои по праву. Всё это нужно действительно заслужить. А теперь я тебе расскажу о своём опыте. У меня будто камень с плеч свалился, когда я понял, что никто мне ничего не должен. До тех пор, пока я думал, что это не так, я тратил слишком много усилий, когда не получал желаемого. Никто не должен просто так меня уважать, никто не должен просто так со мной дружить, любить меня. Самое главное — развивать меня. В итоге мои отношения выиграли от того, что я научился быть с людьми, которым я хочу быть и делать только то, что я хочу делать. И это дало понимание мне, моих друзей, партнёров, любимых и потенциальных клиентов. Оно всегда напоминает мне, что получить желаемое я могу только когда и только если мне удастся достучаться до другого человека. Я должен понять, что он чувствует и что важно для него. И только тогда, когда я сам пойму, я пойму, хочу ли я связываться именно с этим человеком. Не так легко в двух словах объяснить то, к чему пришлось учиться годами. Но, может быть, ты будешь перечитывать эту записку на каждое Рождество, и смысл её будет становиться яснее. Надеюсь, так и не будет. Так и будет, потому что это то, что тебе стоит понять как можно раньше. Тебе никто ничего не держит. Автор этого письма — очень крутой аналитик Герри Браун. Я, будем говорить так, с этого начну своё сегодняшнее повествование. Женя, есть комментарии. Продолжаем дальше. Мы продолжаем, потому что все комментарии будут потом, в финале вашего выступления, когда будут вопросы от наших зрителей. Итак, перед тем, как я перейду к таким выражениям, тильт, неиспользование стопов, усреднение и всё остальное, я вкратце просто расскажу о своей жизни. Мой путь был абсолютно непростой. И почему я имею право вам давать советы? По одной простой причине. Потому что я тот человек, который состоялся, тот человек, который заработал деньги, тот человек, который сам себя поломал, а самое главное, тот человек, который смог научить многих других зарабатывать деньги. Поэтому я думаю, что вам будет просто интересно меня послушать. Выходец я именно с самого детства, с очень обыкновенной простой семьи. Дедушка у меня был очень жадный, хотя был очень обеспеченный. Конфеты выдавались сугубо. Я эти анекдоты никому, вернее, я эти вещи никому не рассказывал. Дедушка у меня был очень жадный. Мама мне разрешала всё, и бабушка разрешала мне всё. Меня безумно любили бабушка с мамой. Отец у меня был очень строгий. И, как я уже сказал, дедушка был очень жадный. И вот в этом многоцелевом дисбалансе я рос. Вы знаете, я не знаю, завидую ли я людям, у которых всё было гладко и на мази. Скорее всего, нет. Потому что эти люди, когда сталкиваются с обыкновенными мирскими трудностями, у них возникают очень большие проблемы. В общем, рос я в Одессе, на Молдаванке. Кто знает, какое это место, это не самый лучший район в городе. По сути дела, Молдаванка в своё время была разгулом бандитизма. Но в моё время я не замечал такого, что что-то было. Просто был такой грязный старый район. Не было у нас новых практических зданий. Жили мы, у нас было 33 квадратных метра на 6 человек. Бабушка с дедушкой в одной комнате, там, 8-метровой. Мама с папой в другой комнате, 10-метровой. И у меня с сестрой была там своя комната, тоже там 6-7 метров квадратных. И небольшая прихожая, небольшая кухня. И вообще непонятно какой туалет. И такой дворик, я знаю, может, 20 квадратных метров. Это был старый такой еврейский дворик. Вот как вы видите, фильм... Вот сейчас недавно фильм был про Одессу. Про чему потом у нас был фильм «Ликвидация». Вот это приблизительно снимали в таких одесских старых дворах. Ничего как бы во мне не было. Учился я действительно хорошо. Учился хорошо не потому, что я был умным, а потому, что у меня был очень жесткий отец. У меня был очень жесткий отец. Мне приходилось постоянно приходить, и папе все показывал. Папа мой был очень интересный человек. В каком плане? Отец у меня был абсолютно местечковый. То есть он был с маленькой деревни, 10 тысяч человек. Кто знает, деревня такая есть в Одесской области. Называется Накодема. 10 тысяч человек, очень маленькая деревня. Отец сам приехал в Одессу в возрасте 17 лет, и в возрасте 35 лет папа был директором профсоюза Сударевого завода, что было очень круто. По сути дела заведовал 90% средств, которые выделялись на заводе. Папа был очень хорошим, порядочным человеком. Почему был? Потому что он 2 месяца назад умер, завтра будет ровно 2 месяца, как папа умер. Папа был без высшего образования и был беспартийный абсолютно, и смог по-простому всего добиться сам. Для моего папы не существовало слова «нет», «я не знаю». Он таких вещей абсолютно не знал. Мама моя позволяла мне абсолютно всё. Мама считала то, что дети должны жить в любви и в роскоши, доступной на тот момент её родителям. Мама мне позволяла абсолютно всё. Я очень любил сладкое, и я очень любил ездить на такси, когда я был маленький. И я как сейчас помню, когда мне было 5 лет, я не мог бы говорить слово «такси», и я говорил «тоски». Я как сейчас помню, когда я выходил на улицу, бабушка моя работала в Министерстве внутренних дел бухгалтером, главный бухгалтер Министерства внутренних дел. И я расскажу несколько историй, которые помогли мне по жизни стать как бы добрым человеком. И я выходил на улицу, вот так поднимал руку, ехать было там, по-моему, 40 копеек до детского сада. Бабушка меня баловала иногда, я говорил «тоски». Бабушка брала тоски. Бабушке был один очень интересный случай в своей жизни, когда бабушка моя очень любила сладкое. До конца своих дней очень любила сладкое. Мороженое, пирожные. И, значит, моя бабушка получает зарплату на все управление Министерства внутренних дел. По тем временам это была цифра 16 тысяч рублей, цифра просто колоссальная. Я эти истории никому не рассказывал, если где-то у меня может будет появляться слеза. Я, на самом деле, очень сентиментальный человек. И я безумно любил свою бабушку, потому что такой любви, как дала моя бабушка мне, ну, знаете, любовь бабушки — это любовь бабушки. Никто не может дать такую любовь. Ни дети, ни жена, ни друзья, никто. Потому что так, как тебя любит бабушка, знаете, у бабушек любовь осознанная. Любите бабушек своих, у кого они живые. У бабушек очень осознанная любовь, потому что, когда у них были дети, у них не было времени на детей обычно, да. Даже у тех бабушек, которые сидят дома. И те бабушки, которые потом не сидели дома, да, и когда бабушка начала оставаться со мной, вся любовь доставалась мне с сестрой. Я помню, мы на по три месяца уезжали с моей сестрой на дачу, и бабушка сидела там со мной. Я вам расскажу две истории. Одну хорошую историю, одну плохую. Одна история, когда я понял, что надо быть добрым, а вторая история, когда я понял, что не надо наглеть. Нас учит жизнь. Одно маленькое «но». Кто-то учится, а кто-то никогда не учится. Вот я об этом хочу и поговорить сегодня. Знаете, наши ребята, наши психологи рассказывали сегодня интересные вещи, как надо себе найти проблему. Я потом дальше расскажу, что с этим делать, как бороться с тильтами и со всем остальным. Так вот моя бабушка получает зарплату 16 тысяч рублей в Сбербанке, берет 16 тысяч рублей, кладет в сумку. Тогда инкассация была, ну, не сильно развита, я не знаю почему, но бабушка взяла сумку и пошла в кафе. Заказала себе пирожное и водичку. Она очень любила сладкое. До последнего дня, я был в Одессе до 93-го года, у бабушки моей я зарабатывал очень хорошие деньги, кто меня знает по Одессе. Я был очень обеспеченным мальчиком, очень обеспеченным. Я подойду к этой истории чуть-чуть попозже. И бабушка взяла эту сумку и пошла в кафе. Когда бабушка кушала пирожное, она просто оставила эту сумку и ушла. И когда она пришла на работу, она забыла, что она оставила сумку. Там было 16 тысяч рублей. И бабушка быстро побежала туда и ей дали сумку. Все было там. Это история о том, как в жизни бывает хорошо. А теперь история, которая сделала мою бабушку хорошей. И я продолжу дальше. О том, что сделала моя бабушка, когда я был на даче. Моя бабушка с телефонной будки звонила кому-то по телефону. Моя бабушка находит, кто знает, в Советском Союзе были такие барсетки. Не знаю, Женя, у тебя ли была барсетка или нет. Но я в начале 90-х годов была барсеточка такая была, она была на животе. И потом я подумал, как это у Бога. Это вообще ужас был. У меня тоже была барсетка, я туда складывал документы, деньги. Особенно, когда я ездил в Польшу или в Германию. В Польше тебе давали просто вот такое количество этих злотых. Там были сотни тысяч, просто такие пакеты. И так нельзя было носить, потому что воровали очень деньги. Румыния, Польша. Я ездил в Советском Союзе. Уже тогда Россия. И моя бабушка заходит в телефонную будку, находит барсетку. Открывает барсетку. Значит, там по тем временам было 3-4 тысячи рублей. Там были боны. Кто знает, что такое боны? В Советском Союзе существовали чековые магазины специально для моряков. Где моряки, которые получали валюту, валюту на руки им не отдавали. Им отдавали в переводе так называемой чеки. Был магазин у нас такой «Березка». В Одессе, куда можно было пойти, отовариться, купить магнитофон, купить видеомагнитофон, купить все, что угодно. Могли это позволить только такие, как мой отец, который работал в Черноморском пароходстве, либо люди, которые зарабатывали. Ну, моряки. Значит, бабушка находит, находит паспорт моряка. Просто, чтобы вы понимали, тогда в Советском Союзе был такой называемый паспорт моряка. Что такое паспорт моряка? Это как у вас обычный паспорт, только это загранпаспорт. Там не виза, там у него конкретный паспорт моряка. Туда ставилась виза, там писалось, кто он такой, там какую должность он занимает. Первый помощник капитан, второй помощник. Я уверен, что у нас сегодня есть люди моего возраста, у которых были паспорт моряка. Если у вас есть, пишите, пожалуйста. Я думаю, что людям будет интересно. То есть бабушка это все находит. И колоссальная сумма денег, короче, в переводе по тем временам было 10 или 11 тысяч рублей. Просто, чтобы вы понимали, моя бабушка получала 126 рублей. 126 рублей. То есть это, по сути дела, это было 100 ее пенсий. 100 пенсий, просто чтобы понять, это 10 лет. То есть, по сути дела, это просто вот купил что-то и все. И ты до конца своих дней, по сути дела, полностью всем обеспечен. Моя бабушка пошла в... Это как раз случилось в проведении месяцев через 7 или 8, когда бабушка потеряла свою сумку. Ей все вернули. Она девочкам выставила торт, ну там шампанское и все остальное. И когда бабушка нашла это все, она пришла домой. И они по 0,9 с папой нашли телефон этого человека, позвонили ему. Ну, я не помню, сколько он дал денег, но он очень приличную сумму тогда, по-моему, дал. Бабушке то ли 300 рублей, то ли 500 рублей. Ну, это космические деньги были. Мы говорим о 70-х годах, даже не 80. 70-е годы это космос. Был средняя зарплата 120 рублей. Кто знает. А потом расскажу смешную историю. То есть мы, видите, разобрали здесь две очень интересные ситуации. Ситуация первая, когда тебе сделали хорошо. Вторая ситуация, когда ты сделал хорошо. И третья ситуация, когда не надо хамить. Знаете, я хороший мальчик в детстве был. Ну, знаете, мы все мальчики озорные. Я помню, что в Советском Союзе не было такого изобилия еды, как оно есть сейчас. И я помню, мы три месяца были с бабушкой на даче, потому что делать нечего было. Вот бегали мы с утра до вечера с сестрой. Сестра у меня на 3,5 года младше меня, на 2,5 года. Я с 71 года, сестра 74-го. И, ну, сестра меньше бегала, я больше сестра сидела, там кроцала, здесь такое выражение, из кроцаться, это сидеть там разбирать какие-то штучки. Она кроцала с какими-то бумажками, а я бегал. Значит, знаете, что каждый человек должен занять свое место под солнцем. Это как собака. Если у вас собака занимает свое место дома, не надо ее бить. Это нормальный экстинт человека, так и вы. Вы должны занять свое место под солнцем, вы должны занять свое место с друзьями, вы должны занять свое место в семье. Если вы не заняли свое место дома с женой или с человеком, которого вы любите, не просто вас не любят любить, вас никто не будет уважать. Вы просто будете перекручены через мясорубку материал, который никому не интересен. Вы будете идти в фарш. А фарш идет только на котлеты. Котлеты кушают люди, либо которые очень любят, либо у которых нет зубов. Поэтому вы должны занимать свое место. Когда я был маленьким, когда я был маленьким, я тоже занимал свое место под солнцем. Я расскажу сейчас про дачу. Я расскажу вам весь свой путь, как я рос. А потом я расскажу, что нужно дальше делать. Так вот, когда я был на даче, вы понимаете, что это дача, газовая комфортка, вода, непонятно какая ржавая. Приезжал специальный этот водовоз, заполнял водой. Не было центрального, кто знает, что это такое дача в Советском Союзе. Это курень, обыкновенный курень, такой маленький, металлический, там однокомнатный. И вода, воду привозят, газ тебе привозят. Ну то есть, что ты можешь сварить? Ты можешь там сварить, либо пойти купить мясо на базар. Единственное, что было, это было изобилие фруктов. У нас росли все практически деревья. Ты же не можешь все время фрукты кушать. Тебе что-то хочется. Ребенком был, я очень любил мясо, я очень любил бутерброды с колбасой. Ну благо, что родители привозили раз в неделю, приезжали на дачу и привозили еду. Вот так вот один день бабушка сделала кушать, я как сейчас помню, я никогда в жизни этого больше не забуду. Вот это основная проблема людей. Вы очень быстро забываете все, что с вами происходит. И плохое, и хорошее. Надо помнить плохое, чтобы это больше не повторялось. И хорошее, чтобы понимать, что это хорошее. Вот это основная проблема людей. Психологи могут раскрыть вашу проблему, но только вы можете ее решить. Психолог просто может вам показать, откуда пришла проблема. И Наташа, и Хмелев, хорошие психологи, но они просто могут вам показать на вашу проблему. Проблему можете решить только вы. Никто. И я сейчас, как сейчас помню, ведь у меня сегодня день такой ностальгирующий, наверное, может я старый стал. Я расскажу сейчас про обеспеченную семью и дальше про бедную семью. Вначале семья была очень бедной. Приблизительно в 80-х годах, когда отец стал на должности, отец стал зарабатыванием. Я сейчас пока рассказываю вам про 70-е годы. Никакого тут обмана нету абсолютно. И те, кто меня знают, те знают, что это действительно правда. То есть до 84-го года, по сути дела, мы продолжали жить в этой маленькой квартире до 85-го года. Отец очень строгий был и отец очень расчетливый был. То есть никогда больше, чем положено денег, не давалось. Мама нас по-простому баловала втихаря. И я сидел на даче, бабушка приготовила какой-то суп непонятный. Я потом вырос уже, стал влюбить первое, или жидкое, как его называли в Советском Союзе. Такое название, да, идиотское в Одессе. Жидкое, как жидкий стол. Но в Советском Союзе называлось жидкое или первое. Говорили, будешь жидкое, или там первое. Я помню, бабушка сделала какой-то суп. И я не помню, с чем это был суп, но я сижу, и начинаю кривить, извините за выражение, рожи свои. По-другому тогда это назвать нельзя было. Я сижу, и вот так вот делаю, бабушка говорит, я тебе пришел кушать суп. Чтобы вы понимали, моя бабушка никогда в жизни не поднимала голос, ни на кого это было святой человек. Вот если есть святые люди, вот так вот была моя бабушка. Безумная любовь к внукам, к детям, никогда не лезла в мои отношения. Мой папа всегда говорил одну вещь, что таких теч как моя бабушка можно было иметь 20. Знаете, течи и свекрови это обычно такие люди, которые рушат детям жизнь. Правильно Наташа говорила очень часто, даже не мама, а свекровь или теча. Моя бабушка была золотой, она никогда в жизни не лезла. И даже если моя мама приходила, что-то ей рассказывала, вы же понимаете, всегда в любой семье взрослые люди ругаются, особенно когда ты живешь в маленькой квартире, вот эта быхобеталуха, извините за выражение, она заебывает, в прямом смысле слова. По-другому это не назовешь. Я знаю, что Лена потом будет меня ругать, Лена Ив, но иногда выразиться так надо. Леночка, извини. И я сижу, и бабушке говорят, я не буду этот суп, я не буду этот суп. Короче, бабушка берет реально тарелку супа и одевает мне на голову, в прямом смысле слова. Благо суп теплый был, она просто берет вот так вот и одевает тарелку. Я запомнил до конца своей жизни, что нужно уважать человека, который старается ради тебя. Нужно свой эгоизм засунуть себе в жопу, когда ты видишь, что человек возле тебя старается. Вот это основная проблема. Да? Потому что очень часто есть люди, которые очень стараются сделать нашу жизнь лучше, а мы это принимаем как должно. Нельзя это делать. Если человек тебе поднял настроение утром, вечером, днем, неважно когда, ночью тебе написал какую-то просто приятность, ты утром открыл, да просто скажи спасибо. Просто спасибо скажу, что ты принимал это с благодарностью. И бабушка мне берет эту тарелку, одевает просто на голову. Ничего она мне больше не говорила. Никогда потом никого не упрекайте. Сделали, сделали. Поругали, поругали. Наказали, наказали. Но не выносите потом мозг. Человек должен сам подумать, человек должен понять, нужно это ему или нет. И какой урок по-простому он из этого извлек. Это очень и очень важный фактор. Я просто сказал, конечно, что я больше не буду бабушке. Бабушка сказала, все, тема закрыта. Кто меня знает или кто со мной когда-то работал, если передо мной кто-то извиняется, я всегда говорю одну вещь. Вот есть люди, которые со мной работали или работают, они знают. Я золотой начальник. И Иван, мой партнер, если он видит, я его очень за это люблю. Он никогда не вспоминает, что было плохое, никогда не вспоминает, что было, он помнит только хорошее. Я за это Ивана очень уважаю. Я говорю Ивану, о своем партнере. Надо забыть и идти дальше. Знаете, как когда-то сказал, по-моему, Геннадий Хазанов или Жванецкий. Обида это нехороший груз. Его не надо нести. Вот это самое тяжелое, что вам представляют. Вы постоянно обижены на всех. Все вам должны. Вы родились не в том доме. Вы родились не в той семье. И все остальное. Дальше я научился, когда я был на даче, рос, что большие мальчики будут тебя только принимать, если ты будешь большим мальчиком. Практически все дети на даче были на 13-14 лет. Мне было 10. И задача была только одна, чтобы эти мальчики тебя приняли к себе. Потому что играться с некоторыми детьми, иногда твоего возраста, тебе становится неинтересно. И ты хочешь попасть в этот крутой мир. А в крутом мире есть две большие проблемы. Если ты попадаешь в структуру гандонов, то ты становишься такой же, как они. То есть, чтобы попасть в плохую компанию, в которую хотели попасть много мальчиков, потому что было модно. У них были свои девчонки, которые там курили сигареточки. Были мальчики, которые там пили водку в 14-15 лет. Ты должен был быть точно по такому характеру. Я не был таким ребенком. Я не был таким ребенком никогда. И я не хотел им быть. Скажу даже больше, но меня до 20 лет девочки вообще никогда не обращали внимания. По одной простой причине. Потому что я был хорошим мальчиком. Мне говорили, Герчик, ну ты как друг классный. Вот реально. Ты очень классный как друг. Ну извини, нам нужны взрослые пацаны, которые ходят в сигареты. Как вы думаете, что я сделал, Женя? Я закурил. В 14 лет я начал курить. Я подумал, что все, я огонь. Я как сейчас помню эту очень интересную историю. Я как раз тогда пошел в техникум. Дело в том, что я родился в сентябре месяце, 13 сентября. В Советском Союзе кто шел в школу до 7 сентября, шел в этот же год. Если ты после 7 сентября, ты попадал в школу на следующий год. Но я пошел в школу 13 сентября. И благодаря тому, что дедушкин фронтовой друг был директор школы, меня взяли в этот год. То есть я, по сути дела, закончил школу. Мне было 14 лет. Первое. Я зарабатывал спорт. Даже когда у меня завелось бабло, я всегда оставался человеком. Я дальше пройду этот момент. Я всю жизнь занимался спортом. Да, я занимался самбо очень много лет. И когда я стал гулять с мальчиками старше меня, знаете, меня пытались иногда прессовать. И один день, я как сейчас помню, на школьном дворе была драка. Мне было 11 лет. И на меня наехал мальчик, которому было 14. Я понимал одну вещь. Вот серьезно. Я никогда о них в жизни не рассказывал эти моменты. Никогда. Я просто хочу вас пробрать до нутра, чтобы вы сделали сами выводы о своей жизни, кем в этой жизни вы хотите быть. В общем, вышли мы на двор. Я как сейчас помню этого мальчика. Звали его Борик Киперман. Жил он там через два двора. И выходит, это Борик Киперман. Кто меня знал, Борик был, блядь, вот такой вот Боров еврейский. А я был простой, худенький, щуплый мальчик. Реально вот такой вот. Но я занимался самбо. Ну, я тогда занимался всего, по-моему, года три. И кто помнит, кто учился в советской школе, я как сейчас помню, это Хворостена 18. Сори, Хворостена. Я забыл номер. Я жил в Хворостена 22. Это было Хворостена. Я не помню. Ну, школа номер 18 у нас была. Значит, я выхожу, все знают, был-был дворик, и была песочница. Что такое была песочница? Там дети прыгали в длину. Когда мы занимались физом, мы прыгали в длину. Ну, и Боря приходит и говорит, ну, все, пиздецте. Тогда модно было ругаться матом. Ну, все, пиздецте. Я понимаю одну вещь. Пускай лучше, блядь, буду я реально отпизженным, но постоять за себя надо. Я понимал, что реально силы неравные, потому что мне было там 10 с половиной лет, ему было 14. Потом я его встретил в Америке, он даже эту историю не помнил. Это очень хорошо. Не надо помнить, блядь, плохое. Не надо сидеть, вспоминать, что он не то сказали. Вы будете с обидами жить. У вас все время будет уходить на то, что вы будете перерабатывать эти обиды. Знаете, хорошая поговорка есть. Хорошо, что Женя не Максим. Умер Максим, и хуй с ним. Положили в глоб, и мать его ее. Так вот, выходим мы во двор. Боря. И начинается драка. О боксе я, естественно, ничего не знал. Все, что я знал, это, естественно, как бросать. Какие-то вещи я знал, я уже тогда мог очень классно делать бросок через бедро. Там это моя коронка была. Я очень хорошо бросал через бедро. И я сразу всегда уходил в ноги. Так как я был очень маленький, очень быстрый, даже когда я постарше стал, и когда я в армии с кем-то дрался, я никогда сильным не был в ближнем бою. Потом, если будет история, Женя, расскажи, я расскажу, когда я получил нокаут очень сильно от бывшего вратаря юношеской сборной черноморца. Я тоже эту историю не рассказывал. Я запомню эту информацию, потом к ней... Меня нокаутировали, да, меня нокаутировали на два часа. Я никогда не забуду. Это говорит о том, что никогда не нужно преувеличивать свои силы. И, значит, выходим из Бори драться. И я понимаю, что силы неравны. Просто если он даже меня просто угадает... Ну, можете себе представить, я тогда, может, был, я знаю, 35 килограмм, 40 килограмм, да. И Боря, наверное, килограмм 60-65. Я в армию ушел, 61... Я брался до 61,5 килограмм. Я ушел в армию 61-62 килограмма. С армией чуть-чуть поправился, пришел. 70-70. Ну, в общем, выходим из Бори. Я понимаю, сразу не надо в ноги. Я сразу в ноги, значит, хватаю вот так вот за две ноги, подсекаю две ноги. Боря падает. Я его, естественно, тут же переворачиваю, потому что, ну, кто там занимался когда-то борьбой, самое главное, человека положить, да. И потом ты можешь ему уже проводить болевой, удышающий, как можешь. Я каким-то образом переворачиваю там Борю, сажусь на него сверху, беру, значит, его за волосы и начинаю вот так вот мордой в песок. Ну, и прибежали учительницы. Кто-то увидел, что я дрался, прибежали учители нас, разняли, и всё, больше мы никогда проблем не были. И тогда, в этом году, была одна очень большая проблема. Эта история говорит о том, что родители должны вас понимать. Родители для этого родители, чтобы они вас понимали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова